Моя автобиография Мой отец, 13-летним пареньком, приехал в Стамбул из далёкой Анатолийской деревни. Через несколько лет он встретил мою мать, которая тоже, совсем ещё девочкой, из другой Анатолийской деревни, приехала в этот чужой город. Чтобы я появился на свет, им надо было проделать длинный путь, встретиться в большом городе и пожениться. Я неволен был в выборе времени и места своего рождения. Моё появление на свет произошло в очень неподходящее время, в 1915 году. Это были дни Первой мировой войны. Не только время, но и место рождения было неподходящим. Хибелиада, один из принцевых островов, райский уголок, где не положено жить такому, как я. Эта летняя резиденция самых влиятельных турецких толстосумов стала моей родиной. Сильные мира сего не могут обойтись без бедняков, они очень нуждаются в их жилистых руках. Вот поэтому-то мы и жили на Хибелиаде. Я считаю самой большой своей удачей, что не происхожу из богатой, родовитой или знатной семьи. Мне дали арабское имя «Нусред», что означает «Помощь Господняя», подходящее для меня имя. Мне не на кого было рассчитывать, кроме как на Господа Бога. На Его помощь уповала и вся наша семья. Древние спартанцы собственноручно убивали своих слабых и хилых детей, только выносливые и сильные имели право на жизнь. В наши дни сама жизнь и общество отбирают достойных. Если я скажу, что из четверых моих братьев выжил только я один, то вы поймете, какой я выносливый, как упрямо цепляюсь за жизнь. Моя мать, достигнув 26 лет, не смогла больше выносить борьбы за существование и оставила этот прекрасный, созданный для жизни и счастья мир. Уже в детстве было ясно, что жизнь не раз вывернет меня наизнанку. Десятилетним мальчишкой я вбил себе в голову, что непременно стану писателем. А что значит быть в такой отсталой капиталистической стране, как Турция, писателем? И к тому же человеку из семьи, где никто не умел писать и читать. Мой отец, как и всякий отец, думающий о будущем своего ребенка, говорил, «Выбрось из головы ты это писательство, займись настоящим делом, которое тебя прокормит». Увы, я не внял его совету. Мне часто не удавалось сделать то, что я хотел, и я не хотел делать то, что приходилось делать. Я намеревался стать писателем, но надел военную форму. Вместо пера мне дали в руки оружие. В те времена только в военных училищах дети из бедной семьи могли учиться бесплатно. Я поступил в училище, и с этого пошли мои неудачи. В 1933 году вышел закон, по которому каждый турок должен был принять фамилию. Граждане были свободны в своем выборе. Тут-то всплыло наружу все скрытое, низменное. Самые большие скряги выбрали себе фамилию «Щедрый». Самые большие трусы стали зваться «Отважный», «Отъявленные лентяей» «Прилежный». Один школьный учитель, который только и мог подписаться под письмом, написанным другим, избрал себе фамилию «Ловкий». Что касается меня, то мне не досталось красивой фамилии, которой я мог бы кичиться. И я взял себе фамилию «Нессин». Что есть ты? Я хотел, чтобы при обращении ко мне по фамилии я задумывался над тем, кто я и что я. В 1937 году я был произведен в офицеры и решил, что стал почти что Наполеоном. Каждый молодой офицер в душе мнит себя Наполеоном. Кое у кого эта болезненная мнительность остается на всю жизнь. В общем-то, чем быстрее отделаешься от нее, тем лучше, ибо болезнь опасна и заразительна. Ее симптомы. Пострадавшие грезят о победах Наполеона, но забывают о его поражениях. Заложив правую руку между пуговицами кителя, они наносят карандашом на карту разящие красные стрелы, в пять минут покоряют весь мир. Бредовые мысли, которые томят их горячие головы, накаляют окружающую атмосферу. Болезнь имеет и осложнение. Среди больных наиболее опасны те, кто считает себя Тимуром, Чингисханом, Атилой, Ганнибалом, Мольтке. И есть и такие Гитлером. В 23 года я, новый испеченный офицер, тоже по несколько раз в день завоевывал мир, елозе по карте с красным карандашом в руке. Моя болезнь длилась только год-полтора и, к счастью, не имела никаких осложнений. Еще в армии я начал писать рассказы. В те времена на военных, выступающих в печати, смотрели косо. Мне пришлось свои рассказы подписывать именем отца – Азиз. Этот псевдоним покрыл мое настоящее имя. Ну, сред Нессин забылся. Я стал известен как Азиз Нессин. Подобно многим я начинал со стихов. В свое время Назым Хикмет очень советовал мне бросить это занятие, потому что стихи мои никудышные. Пиши рассказы и романы, сказал он. Я по молодости решил, что Назым завидует мне. Теперь я отвечаю тем, кто меня спрашивает, почему я перестал писать стихи, что в Турции стихотворством не проживешь. Но, по правде говоря, я перестал писать стихи, потому что очень уважаю этот вид литературного творчества. Если кто-нибудь еще и помнит мои стихи, то поверьте, только потому, что они были подписаны женским именем. На эту бедную женщину в свое время обрушилась лавина любовных писем. Когда я закончил свой первый рассказ, я полагал, что читатели будут проливать над ним слезы. И понес его в журнал. Редактор, человек очень недалекий, вместо того, чтобы плакать, залился веселым смехом и проговорил, молодец, прекрасно, пиши еще такие рассказы и приноси нам. Именно с того времени началось мое разочарование, которое не покидает меня всю жизнь. Я ждал, что люди будут плакать, читая мои рассказы. А они смеялись. Даже теперь, когда я стал известен как юморист, я не могу объяснить, что такое юмор. Я научился смешить, создавая грустные рассказы. Меня очень часто спрашивают, как рождается юмористическое произведение. Уж не хотят ли таким образом выпытать у меня рецепт, заполучить готовые таблетки. Исходя из своего опыта, я могу с полной ответственностью заявить, юмор – нешуточное дело. Когда газета «Тан», где я сотрудничал в 1945 году, по подстрекательству властей была разгромлена толпой реакционеров, я лишился заработка. Нигде не мог найти работы. Рассказы, подписанные именем Азиз Нессин, нигде не брали. В те дни я писал в газеты и в журналы, пользуясь больше, чем двумя стами псевдонимами. Я сочинял передовицы, фильеттоны, репортажи, полицейские любовные романы, рассказы и тому подобное. Брался за какие угодно жанры. Когда владельцы газеты узнавали меня, я придумывал себе новое имя. Из-за этих псевдонимов произошла большая путаница. К примеру, соединив имена дочери и сына, Оя Атэш, я опубликовал книгу детских рассказов. Их декламировали на утренниках, почти во всех начальных школах. И никто не знал, что автор книги не женщина Оя, а мужчина по имени Азиз Нессин. Один свой рассказ я подписал французским именем, и он был включен в антологию юмористов мира как французский рассказ. А другой мой рассказ, под которым стояло китайское имя, был опубликован как перевод с китайского. В перерыве между сочинением рассказов я, чтобы как-то прожить, был бокалейщиком, лоточником, счетным работником, продавцом газет, фотографом, но ни на одном поприще не преуспевал. Своими рассказами я заработал себе пять с половиной лет тюрьмы, причем полгода жизни стоил мне король Египта Фарук. Король Фарук обвинил меня в оскорблении его особой в одном из рассказов и при посредстве своего посла в Анкаре упек под суд. У меня двое детей от первого брака и двое от второго. Первый раз я был обручен под скрещенными саблями моих товарищей офицеров и звуки танго компарсита, второй раз обручальное кольцо я надел через тюремную решетку. Но, возможно, вступать в брак таким образом не самый лучший вариант. В 1956 году на международном конкурсе писателей-гемористов я был удостоен первой премии и медали «Золотая пальмовая ветвь». Газеты и журналы, не печатавшие ранее моих рассказов, стали наперебой предлагать свои страницы. Но это продолжалось недолго. В один печальный день мое имя опять исчезло со страниц газет. Пришлось мне вновь победить на новом конкурсе и получить еще одну «золотую пальмовую ветвь», чтобы мое имя снова замелькало в газетах и журналах. В 1965 году мне присудили первое место на международном конкурсе писателей-юмористов, и я получил медаль «Золотой ёж». Когда 27 мая 1960 года в Турции произошел политический переворот, я с радостью передал одну «золотую пальмовую ветвь» в дар государственной казне. Через несколько месяцев после этого меня снова бросили в тюрьму. Вторую пальмовую ветвь и золотого ежа я берегу на случай, если они понадобятся в будущем, в такие же радостные дни. Многих удивляет количество написанных мной рассказов, свыше двух тысяч. Но чему здесь удивляться? Если семья, которую я содержу, состояла бы не из десяти, а из двадцати человек, я вынужден был бы написать в два раза больше рассказов. От окружающих мне удалось скрыть только две вещи – мою усталость и мой возраст. Кроме этого, все у меня на виду и открыто. Говорят, что я выгляжу моложе своих лет. Вероятно, я не успел состариться, потому что всегда по горло был занят и не имел для себя свободного времени. Я не уверен, что повторю вслед за некоторыми – если бы я родился еще раз, я сделал бы то же самое. Если бы я родился второй раз, я хотел бы сделать гораздо больше, чем я сделал, и гораздо лучше. Жаль, что в истории человечества не было ни одного ловкача, который сумел бы не умереть. Я последовал бы его примеру. Но что поделать? Такого примера нет, и не моя вина, если я умру, как и все. Я очень люблю людей и жизнь, и нередко все ржусь на себя за это. Вот неоконченный рассказ о моей жизни. По опыту я знаю, что читатели не любят длинных историй, они норовят поскорее добраться до конца. Меня и самого очень интересует. Какой она будет? Это концовка. Муж Айтен Через несколько недель после окончания медицинского факультета на вечеринке в доме одного моего приятеля я познакомился с Айтен. Я обратил на нее внимание. После нашего первого разговора она тоже не осталась безразлична ко мне. Наше знакомство, начавшееся как легкая интрижка, продолжилось. Трудно сказать, что это было просто флирт или серьезная любовь. Мы почему-то оба не могли определить свое отношение друг к другу. Однако дружба наша росла. Как-то снова собралась компания в доме одного приятеля. У меня приятно кружилась голова от выпитого вина. Айтен тоже была весела. Мы танцевали. «Айтен, ты пойдешь за меня замуж?» — спросил я вдруг. В тот же миг смех ее умолк, лицо покраснело, она замолчала, пристально заглядывая мне в глаза. «Но я ничего обидного тебе не сказал», — молвил я. «Ты можешь отвергнуть мое предложение». Мы вышли на террасу, облокотились на перила. «Чем я тебя обидел?» — спросил я. «Ты знаешь мою семью?» — спросила она. «Нет». «Ты знаешь, кто мой отец?» «Нет». Казалось, она мне не верила. «Ты правду говоришь?» — спросила она с недоверием. «Конечно, правду. Я и сам удивился, как это я до сих пор не узнал, из какой она семьи». Эти удивленные вопросы. Это тревожное молчание дали мне основание полагать, что она стыдится своей семьи, своего отца. Может быть, она из очень бедной семьи, дочь осужденного обществом отца?» «Айтен», — сказал я, — «из какой бы семьи ты ни происходила, кем бы ни был твой отец, меня это не интересует. Я женюсь не на твоей семье, а на тебе. Ты можешь быть дочерью привратника, уличного торговца и даже дочерью преступника, отбывающего тяжкое наказание. Что из этого?» Она приблизила свое лицо к моему, внимательно посмотрела в глаза и сказала, — «Значит, ты не знаешь моего отца? Не знаешь, кто он?» Удивительно. Удивительно. Что же удивительного? Конечно, мне следовало бы узнать, но вот так получилось. Вдруг она повеселела. В таком случае пойдем потанцуем. Мы пили, танцевали. После полуночи, когда я собрался проводить ее домой, она настояла, чтобы ее проводил товарищ, который жил в том же квартале. На следующий день я решил навести справки о ее семье. Когда мне назвали имя ее отца, я от изумления растерялся и почувствовал страх. Оказывается, Айтен была дочерью человека, который уже при жизни вошел в историю. Человека очень уважаемого и влиятельного, можно сказать, всемирно известного. Если бы я знал раньше, что она дочь этого великого и богатого человека, я скорее бы умер, чем осмелился сделать ей предложение. Молодые люди из родовитых семей как мотыльки увивались вокруг нее. Но она отклоняла их всех, так как была уверена, что искатели ее руки хотят воспользоваться положением ее семьи, эксплуатировать славу ее отца. Когда я все это узнал, меня охватило отчаяние. Я любил Айтен, но я не мог и думать жениться на ней. Даже если бы ее родные согласились на наш брак, все бы решили, что я женился на Айтен, чтобы влезть в эту богатую и влиятельную семью. Я стал избегать Айтен. Не бывал там, где мог ее встретить. Я хотел сохранить в своей душе память о той Айтен, которую я любил. Она несколько раз просила меня увидеться, но я находил предлог не прийти. Как я ни старался, я не мог забыть Айтен. Я должен был уехать подальше от Стамбула, от этих мест, где встретил ее. Я решил отказаться от ординатуры и пойти в армию. Однажды, когда я дома отбирал вещи, собираясь в дальний путь, в комнату вошла мать и сказала, тебя просит какая-то молодая девушка. Передо мной стояла Айтен. Я не верил своим глазам. От смущения, что она увидела бедность нашего дома, я совсем растерялся и попытался сделать вид, будто между нами вообще ничего не было. «Почему ты избегаешь меня?» — спросила она. «Ничего подобного, откуда ты взяла?» — молвил я. «Ты, оказывается, не такой уж деликатный, как кажешься», — сказала она. «Помнишь, тогда ночью ты сделал мне предложение, а затем скрылся и не пожелал получить ответа?» Я молчал. «Говорят, ты собираешься в армию. Это правда?» «Да». Мы снова замолчали. «Я не могу на тебя жениться, Айтен», — ответил я, отводя взгляд в сторону. Снова молчание. Почувствовав, что необходимо объясниться, я сказал, когда я предлагал тебе выйти за меня замуж, я ничего не знал. Но сейчас я не могу стать детем такого знаменитого, богатого, всемирно известного человека. Я должен тебя забыть. «А я», — проговорила Айтен, стараясь скрыть слезы. «Я полагала, что ты знаешь, кто мой отец, но кривишь душой, не признаешься. Но ведь ты женишься не на моей семье, а на мне. Да, но я не смогу объяснить это другим. Все будут думать, что я женился на тебе, чтобы использовать положение твоего отца. Сплетни, наветы, опутает нашу жизнь». Айтен уже не скрывала своих слез. «Если ты действительно меня любишь, то давай поженимся», сказала она. «Я поеду за тобой куда угодно. Когда ты уезжаешь в армию, возьми меня с собой. Устроимся где-нибудь в отдаленном городке. Построим сами свою жизнь подальше от моих родственников, от громкого имени отца». Я знал, что все это лишь слова романтически настроенной, избалованной девушки. Я не смогу ей обеспечить жизнь, к которой она привыкла, и поэтому наше счастье будет недолговечным. Но я так любил ее. Взяв ее руки в свои, я прошептал «люблю». Никому ничего не сказав. Мы сочетались с законным браком. Айтен делила со мной все невзгоды и не разочаровывалась в нашей семейной жизни. Мои опасения не оправдались. Но мои несчастья начались со дня регистрации брака. На церемонию, как это полагается, мы пригласили в качестве свидетелей двух друзей. Только двух. Даже не сообщили никому. Мой тесть проявил значительно больше понимания, чем я предполагал. Когда он узнал, что мы не хотим никакой помощи, он принял это как само собой разумеющееся, хотя мать Айтен немного обиделась. Когда мы расписывались в книге, мелькнули вспышки блицев. Это газетчики фотографировали нас. Они, оказывается, пронюхали о нашей свадьбе. Не успели мы оглядеться, как нас окружила толпа поздравляющих. Мы вышли на улицу. Какой-то человек в фуражке спрашивал, обращаясь к толпе. А кто супруг госпожи Айтен? Мы быстро прошли к ожидавшему нас такси. Я слышал, как несколько человек из толпы спрашивали, что-то указывая на меня. Человек в фуражке пробился ко мне и сказал «Мюнтазбэй прислал свой автомобиль. Я шофер. Я и машина в вашем полном распоряжении». «Благодарю. Нам этого не нужно». Резко оборвал я его и пошел к такси. Я слышал, как за моей спиной полз шепоток. «Муж Айтен! Вот муж Айтен!» Ударение делалось на последнем слое. Взглянув на мое расстроенное лицо, жена сказала «Не обращай на это внимания. Скоро мы уедем далеко отсюда, туда, где нас никто не знает». На следующий день в кое-каких газетах появились сообщения о нашей свадьбе и нашей фотографии. Разделы светских сплетен не обошли это событием молчанием. Но ни одна газетенка не называла меня по имени, которым меня нарекли мои родители. Для них я был мужем госпожи Айтен. Муж госпожи Айтен действительно красивый молодой врач. Муж госпожи Айтен своей элегантностью и изяществом доказал, что он достоин семьи, в которую вошел. Желаем госпоже Айтен и мужу госпожи Айтен счастья в их совместной жизни. Как-то утром, через несколько дней после того, как мы переехали в наш дом, моя мать сказала «Сын мой, по правде говоря, я никогда не думала, что твоя жена такая славная. Она сразу же приспособилась к нашей бедной жизни. Только что только. Наша семья испокон веков живет в этом квартале. А после твоей женитьбы соседи стали нас звать по-другому. Сейчас все называют меня свекровью Айтен». «Все это обойдется со временем, мама», — сказал я, чтобы кончить неприятный разговор. Службу в армии я считал избавлением. В один из пограничных городков нужно было откомандировать военного врача. Я уже собирался отправиться в путь, как вдруг пришло распоряжение оставить меня в крупном военном госпитале. И все из-за того, что я муж госпожи Айтен. В одном из писем тестью я писал, что служба в госпитале совсем не то, что я думал, но просил его не пытаться помочь нам, а ставить нас такими, какие мы есть, чтобы мы научились жить самостоятельно. Мой тесть прислал очень душевный ответ. Он написал, что одобряет мои поступки, что гордится мною, что нигде не ходатайствовал, чтобы меня оставили в госпитале. Если хочу, он скажет, кому нужно, и меня переведут в отдаленную войсковую часть. Конечно, я этого не хотел. В госпитале, где я проходил военную службу, я, конечно, был известен только как муж Айтен. Все искали со мной знакомства. Сестры, больные вслед мне шептали, вот, вот муж Айтен. И, полагая, что мне это льстит, старались, чтобы эти слова долетели до меня. После того, как я ушел из армии, Айтен сказала, чтобы я ехал специализироваться в Европу. Я вообще-то тоже этого хотел, но сказал ей так. Если я поеду в Европу, все решат, что этому помог твой отец. Я никуда не поеду. Мы отправимся с тобой в отдаленный район. Так я стал государственным врачом в маленьком городке на востоке страны. Мы отправились туда поездом. За несколько станций до нашей остановки поезд остановился в губернском городе. Несколько человек с цветами и пакетами в руках бегали по платформе и кого-то искали, заглядывая в окна вагонов. Человек, шедший впереди, спросил у бригадира поезда. Муж Айтен должен ехать этим поездом. Вы его не знаете? Бригадир показал на меня. Мы стояли у окна. Люди подошли к нам и протянули подарки и цветы. Сам губернатор приехал нас встретить. Это он заглядывал в вагоны. Добро пожаловать. Страна очень нуждается в таких самоотверженных врачах, как вы. Всех врачей, прибывающих сюда по назначению, вы встречаете так, спросил я. Губернатор и сопровождавшие его лица смутились. Я тоже смутился, потому что если бы я не был мужем Айтен, я бы не смел так разговаривать с губернатором. Дано указание сделать все для обеспечения вашего покоя и отдыха. Мы подготовили, и толпа, пришедшая на станцию, чтобы увидеть мужа Айтен, махала нам руками. В уезде еще до нашего прибытия стало известно, что едет врач, муж Айтен. Я ничего не мог поделать, чтобы вновь стать доктором Митинбеем. Жена моя была удручена больше, чем я, и со своей стороны пыталась защитить мое достоинство. Бывая в обществе, она очень часто называла мое имя и говорила, Митинбей мне сказал, что Митинбей сделал так, Митинбей сделал это, с тем, чтобы и другие называли меня моим именем. Я понимал, что мы становились смешными. Жена моя постоянно была в подавленном состоянии. Как-то ночью она проснулась в слезах и говорит, Митин, давай уедем в Америку, убежим отсюда. Недолго думая, запаковали мы багаж и отправились на другой материк. Я решил добиваться славы и выдающихся успехов, чтобы молва заговорила обо мне, о Митинбее, забыв, что я муж Айтен. Эта мысль овладела мной. И когда однажды Айтен заговорила со мной об этом, я сказал, Айтен, я не создан для великих дел. Я желал бы жить спокойной жизнью. Я не готовил себя для роскошной жизни, но сделаю все, чтобы мы были счастливы. Я хочу, чтобы ты была супругой Митина. Вот увидишь, я добьюсь, я буду очень много работать. Никто лучше меня не знал, каково это добиться славы человеку, не обладающему достаточным честолюбием и особыми талантами. Но чтобы отвязаться от ненавистного мужа Айтен, черт бы его побрал. Я превратил ночь в день, работал изо всех сил. Никто не знает, как трудно мне было получить в Америке звание профессора медицины и кафедру в университете. Мои исследования, научные труды печатались в медицинских журналах, но под ними, после моего имени, не забывали добавить в скобках муж Айтен. В то время правительство Конго приглашало на работу врачей из других стран. Жена сказала, дорогой мой, если хочешь, поедем в Конго. Ты устал. Может быть, в Африке ты отдохнешь. Моя жена, человек в высшей степени чуткой и любящей, полагала, что в Конго нам удастся спокойно пожить среди людей, не знающих, кто мы. Я был согласен отправиться хоть на полюс, к эскимосам, к пингвинам, туда, где мы с женой и сыном могли бы жить счастливо. Когда наш самолет опустился на землю Конго, и сам министр здравоохранения приветствовал нас словами «добро пожаловать, мадам Айтен», а затем «добро пожаловать, профессор Айтен», и «пожал нам руки», мне сделалось дурным, и жена с трудом под руку довела меня до автомобиля. Первым же самолетом мы вылетели из Конго. Мы вернулись в Турцию. Через несколько недель на балу какой-то невоспитанный господин спросил у своего соседа, указывая на меня. «Кто это?» Я чуть не рехнулся, когда сосед ответил громко, чтобы все слышали. «Муж Айтен, разве ты его не знаешь?» «Не забыли!» «Айтен», — сказал я, «у меня больше нет сил. Мы должны расстаться. Айтен — самая лучшая женщина на свете». Она бросилась мне на шею и заплакала, но не сказала, не надо разводиться. «Как ты хочешь, пусть так и будет, мой любимый. Я всегда буду твоей женой, только твоей», — сказала она. Обливаясь слезами, мы развелись по решению суда. Газеты даже об этом в разделе «Светской хроники» сообщили так. Муж Айтен развелся со своей женой. Шесть лет я жил холостяком. Теперь меня стали называть бывший муж Айтен. Даже такой ценой я не смог обрести своего имени. А что, если я снова женюсь? Это могло бы избавить меня от титула бывший муж Айтен? Кто бы знал, сколько я выстрадал. Я любил только Айтен, но женился еще раз. Я отклонил двух девушек, потому что одну звали Айпери, а другую Гюльтен. Я боялся, что их начнут путать с Айтен. Женился я на девушке из бедной семьи по имени Фатма. Теперь уже никто не мог меня называть мужем Фатмы. Зато звали бывший муж Айтен. Скажите, что мне делать? Я ничего не могу изменить. Муж Айтен и все тут. Я пошел к Айтен и стал ее умолять выйти замуж. Тогда бы ее новый муж стал мужем Айтен. Бедная Айтен залилась слезами. Выйти замуж для меня страшнее смерти, но я знаю, почему ты хочешь, чтобы я вышла замуж. Ради твоего спокойствия я готова перенести и эту пытку. Вскоре она вышла замуж. Ее новый муж сразу же получил, что ему причиталось. Муж Айтен. Но меня не забыли. Я теперь стал первый муж Айтен. Смерть Айтен была самым тяжелым для меня ударом. Бедная моя возлюбленная жена. Я знаю, что она умерла не своей смертью. Она убила себя, чтобы освободить меня. Сейчас я могу признаться, что где-то в глубине души я даже почувствовал облегчение. Прости меня, дорогая Айтен. Ах, беда, но даже ее смерть не освободила меня. Минуло три года после ее кончины меня все окликали бедный бывший первый муж Айтен. Я бы сказал даже, что смерть еще больше способствовала популярности бедного бывшего первого мужа Айтен. Вам теперь понятно, почему я должен покончить жизнь самоубийством? Вы не будете меня обвинять, дорогие мои мамочка, папочка. Прощайте. Прости меня. Прощай, любимый сынок мой. Прощай, прекрасный мир. Когда я писал письмо, я после каждого слова глотал снотворную пилюлю. Я надеялся, что, подписывая свое имя под последним словом, я погружусь в вечный сон. Рука моя отяжелела, движения замедлились, и я с большим трудом выводил буквы. Комната окуталась туманом, затем этот туман превратился в тело женщины. Айтен предстала предо мной. Она улыбалась. Дорогой, самоубийство тебя не избавит, сказала она. Как? Ты даже не умрешь под собственным именем. Завтра утром газеты напишут. Бедный первый муж Айтен покончил жизнь самоубийством. Ты зря сам себя убиваешь. Уже поздно, Айтен. Я принял много снотворного. Я не смогу проснуться от этого смертного сна. Тебя спасут. Подойди ко мне, мой любимый. С трудом я поднялся, шатаясь, сделал шаг и рухнул на пол. Моя жена Фатьма прибежала на шум, увидела, что я при смерти, и отправила в больницу. Мне промыли желудок. И вот спасли. Время все стирает. Теперь никто не называет меня бедный первый муж Айтен. Как я сожалею, что муж Айтен уже забыт. Мне только и осталось с гордостью подписать эти строки. Муш? Айтен?